It's alright, feels good, Kiki Привет! Сегодняшний выпуск хочу посвятить милым пушистым созданиям, их величеству, котикам. Почему? Да потому что за эту неделю произошло много событий, главными героями которых стали эти усатики. Ну вот, например, не так давно мы рассказывали о задумке парня с Украины сдавать котов в аренду. И пока он пытается воплотить свою задумку в жизнь, прогрессивные японцы уже вовсю на этом зарабатывают. На курорте Хакане в одном из городков Югавара открыли уникальный отель-кафе, в котором можно не только сотрапезничать с пушистиком, но и взять его в аренду, а потом уединиться в одном из номеров. Звучит, конечно, странно, но владельцы уверяют, что от такой кототерапии посетители получают не только массу удовольствия, но и расслабляются. Стоит аренда котиков всего 800 йен, это примерно 190 гривен. И что самое интересное, этот отель пользуется бешеной популярностью, а потому аренда котиков постоянно повышается. А вот британские врачи-терапевты совместно с коллегами из США долгое время пытались доказать, что кототерапия – это действительно действенное лечение. Медики работали в специальных клиниках для детей с умственной отсталостью, где применяли филинотерапию, лечение кошками. В общем, в этом опыте было задействовано ни одного пациента и ни одного кота. А в ходе ученые выяснили, что котики серьезно помогают людям, а особенно тем, у которых имеются сердечные или психические расстройства, повреждения мозга и прочее. Так что пора идти за котом или взять его в аренду. Я не раз слышала о том, что богатые люди переписывают все свои сбережения на любимых собачек. А вот итальянская Вероне, 88-летняя Чичилия Анна, завещала своему коту пилу, имущество и полтора миллиона евро. Это нормально? Интересно, что всего пару лет назад она подобрала этого котика на улице. А так как ни детей, ни внуков, ни родственников у нее не было, то все свое имущество завещало усатому и полосатому. Можно было долго рассуждать о том, как же распорядиться котик своими деньгами и жильем. Если бы не одно «но». По закону Италии, кот не может быть наследником. Средства поступили в фонд владельцев. Они должны обеспечивать комфортную жизнь коту. А после его смерти все средства перечисляют на счет одной из зоозащитных организаций. В общем, не получилось кайфануть. Если вам понравились наши новости, не забывайте ставить лайки и делиться с друзьями. До следующих выпусков. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!